Здравствуйте! В эфире программа «Наше здоровье». Я Виктория Комиссарова. Сегодня мы в Красноярском краевом онкологическом диспансере. Согласитесь, одно только название этого медучреждения пугает. Каково же людям, которые лечатся здесь годами, или тем, кто только узнал о диагнозе и сейчас пребывает в полной растерянности и ужасе? Кто и как может поддержать человека, столкнувшегося с онкологией? Об этом поговорим сегодня в выпуске. Главный вопрос для каждого онкобольного – я буду жить? Вся боль и печаль – это все дома, здесь все мужественно, стойко. Как они сражаются, какие потери несут и какие одерживают победы? Девчонки приходили, знаете, в таких ярких платках, с красными губами, такие вот, ну, жизнерадостные, несмотря на свои диагнозы. В Красноярске в поддержку онкобольных запустили откровенный фотопроект. Почему это так важно и чем не медицинская помощь будет полезна больным людям? Чаще всего рак приходит и меняет все. Под ноль забирает волосы, хорошее настроение и силу. Вместо этого привносит в жизнь лишний вес, горький стыд, страх и отчаяние. Однако сегодня мы не будем грустить и бояться. Пусть эта программа станет моральным компасом для тех, кто болен, нет-нет, подумывает сдаться, но больше этого все-таки хочет жить. Итак, знакомьтесь, это Нелли. С недавних пор модель. Ее портреты, история болезни, часть фотопроекта, умеющие жить. А еще Нелли, завсегдотай, онкодиспансера. Как часто вы бываете здесь? Каждые 3-4 недели, третий год. Рак молочной железы, третья стадия. Лечение, удаление, снова лечение. Это долгий и непростой путь. Но, как видите, жизнь все равно продолжается. И в ней есть место даже для улыбки. Я через неделю приду. А, через неделю? 1 ноября, да, у меня химия, курс следующий, я приду. Бывает. Хорошо. До свидания. В радиологическом отделении Нелли ориентируется не хуже персонала. Знает все и почти всех. Проводит для нас мини-экскурсию. Здесь у нас процедурный кабинет. Вот анализы крови. У Нелли было больше 30 курсов химиотерапии. Но запомнился, конечно, самый первый. Я пришла очень красивой, у меня еще были волосы. Я накрутила, думаю, но все равно же они выпадут. Поэтому нужно, как в последний раз. Я легла и ждала. Но думаю, ну когда же мне станет очень плохо, у меня начнется тошнота, рвота, головокружение. Побочные эффекты от терапии, которые тогда еще неопытная Нелли морально готовилась ощутить прямо во время проведения процедуры, пришли примерно через неделю. Говорят, побочка от химии похожа на тяжелое хроническое похмелье, с которым нужно жить не день, не два, а постоянно. Бывалые пациенты уверяют, что даже к этому привыкаешь. И все же. Всегда перед химией очень плохо сплю. Химиотерапия используется в самых разных вариантах. В виде таблеток, порошкообразная, в виде растворов и инъекций. И применяется в зависимости от типа и локализации опухоли. Сейчас даже существуют помпы, которые крепятся к телу и подают препарат непрерывно на протяжении 46 часов. Пациент при этом может свободно двигаться и перемещаться. Таким образом методично и регулярно подается препарат в опухолевую клетку. И как я вам говорила, это все медицина наукодоказательная, так вот доказано, что эффективность такого введения, именно препаратов ТОРОРОЦИЛ, намного выше, чем струйного, либо внутривенного просто. Нелучшее самочувствие во время лечения – это тяжело. Плюс человеку страшно, что химия просто не поможет. И через эти моральные и физические муки проходит каждый онкопациент. Многим нужна поддержка, часто не медицинская, а человеческая. Бывают такие ужасные случаи, когда и родственники отворачиваются, мужья уходят, дети не помогают, родителей нет. И вот, знаете, это тяжело, когда человек один на один остается с таким заболеванием. У многих опускаются руки, и они не хотят лечиться, они не видят смысла в этом. Татьяна Лишневская – фотограф. Проект «Умеющие жить» и ее детище. Идея родилась, когда она сама лечилась от онкологии. Здесь рак яичников – вторая стадия. Экстерпация, то есть удаление матки с придатками. В ремиссии два года. Татьяна болела, но все же строила планы на будущее. Мечтала вынести из этого что-то хорошее. И получилось. На ее фотоснимках публичная откровенность людей, победивших рак. С личной историей болезни и выздоровления. Это надежда для всех, кто боится, что не справится. Вот они, красотки, видите, наши. Модели с фотоснимков сегодня в оплоти. Принимают гостей. Помимо выставки, прямо в онкологическом стационаре устроили чаепитие, накрыли стол. Видите чудесный торт с нежными цветами и розовой лентой? Это символ борьбы против рака молочной железы. На чай сладенькое пригласили и главврача-онкодиспансера. Ему тоже есть чем поддержать пациентов. Вообще последний год идет очень серьезное финансирование по национальной онкологической программе лекарственной терапии. Вот в Красноярском онкодиспансере есть все препараты, которые зарегистрированы в Российской Федерации. Абсолютно все, без исключения. Мы лечим по клиническим протоколам пациентов. У нас лечатся пациенты всех стадий. Первая, вторая, третья, четвертая стадия. Главное, чтобы соматический статус, то есть сам пациент смог перенести химиотерапию, чтобы не было хуже и вреда от проведенного курса. Здесь же с бывшими и постоянными пациентами хирург-онкомамолог Лариса Николаевна Кох. Именно она дважды оперировала уже знакомую вам Нелли. Вместе они прошли серьезные испытания и сблизились. Когда они поступают сюда, в палату, я говорю всегда, посмотрите, вы не один с этой бедой. И они как-то начинают справляться. Но не все. И основная масса все равно стараются не афишировать свою болезнь, свое состояние. Поэтому я восхищаюсь вот этими женщинами, которые позволили сделать вот эти замечательные фотографии, которые занимаются волонтерством, которые приходят и говорят, лечитесь, слушайте врачей, доверяйте врачам, живите, радуйтесь жизни. Выставка «Чаепитие» – обсуждение общей для всех темы. Эта выставка очень похожа на досуг, который устраивают в пациентских сообществах. Например, таких, как «Вместе против рака». Это некоммерческая организация, созданная для поддержки людей с онкологическим диагнозом. И для них это прямо как вот, ну реально, как вот поддерживающая среда, понимаете, как вот крылышко вот им подставили, да. Я вообще вижу нашу организацию как некое такое место, где люди приходят в сложный период своей жизни. Знаете, кто-то потерял крылышки, у кого-то там они поломались маленечко, у кого-то, может быть, их вообще никогда не было, да. И они приходят в такое место, где они их находят. А находят они их в виде творчества, поддержки, самореализации. То есть, ну вот такие вот вещи. И наша-то задача, в принципе, научить их жить без нас. Чтобы они жили дальше своей жизнью. Той, которой они жили, а, возможно, еще и лучше. На одной волне все много общаются, сближаются, ходят на концерты, спектакли, организуют группы в бассейн, проводят мастер-классы по интересам. В общем, отвлекаются от болезней, заполняют жизнь новыми увлечениями. Возьмем, к примеру, Евгению. Сегодня у меня такой знаменательный день. У меня три заказа, и они летят в Америку. Всего два месяца назад, когда из-за лечения появилось больше времени, Евгения увлеклась изготовлением брошей из бисера. И получилось так, что болезнь буквально открыла в ней новый талант, который теперь будет приносить не только удовольствие, но и деньги. И такое оценка пациентами бывает часто. Заболев, они словно начинают жить по-настоящему и делятся этими откровениями даже с врачами. Я говорю, сейчас просыпаюсь и радуюсь каждой минуте. Я радуюсь каждому дню. Я настолько была... Я вначале была поражена, а потом вот так вот тут сама с собой посидела, и с ней мы поговорили. Это то, чего мы добиваемся. Случилась беда, нужно к ней повернуться, только позитив искать, даже из этой ситуации. В Красноярске и Крае немало организаций, созданных для поддержки онкобольных. Работают они бесплатно, еще и снабжают своих подопечных, к примеру, билетами или абонементами по сниженной цене. Однако вот интересный факт. Почти все члены таких сообществ – женщины. Пациенты и мужчины редко обращаются за помощью. Между тем, в самом диспансере специально для них организованы группы поддержки. Прием там ведут опытные психологи. В группу можно записаться по телефону, который сейчас на экране. Звоните на любом этапе лечения. Начинают ходить в бассейн, для женщин начинают заниматься йогой. Кто-то вообще начинает такие картины писать. Знаете, мы, наверное, когда в жизни вообще не брала ни карандаш, ни краски в руки, просто там на выставку можно. Вот этот ресурс, мы смотрим, чем можно восполнить то, что ушло. Кстати, мужчины с онкодиагнозами понемногу все же начинают открываться. Вот первый орел в экспозиции Татьяны Вишневской. Андрей Прохоров, 30 лет. Злокачественное образование в головном мозге. В последней стадии. Перед операцией прогноз летальности составлял 70%. Однако Андрей дал себе слово справиться с этой болезнью. И он жив. Делится своей историей, чтобы и у других появилась вера. Увидев бы похожий проект в пик моей болезни, мне было бы легче. Ведь я бы знал, что есть такие люди, которые борются и нормально живут с таким же диагнозом, как у меня. А если человек одинок и его никто не поддерживает, ему бы очень помогло услышать положительные истории о людях с онкологией. Всем здоровья и скорейшего выздоровления. Выставка в поддержку онкобольных будет расти, трансформироваться и перемещаться по корпусам и отделениям диспансера. Кто-то скажет, что фотографии – это капля в море. Мол, не выставки устраивать, а лечить лучше надо. Почему еще такое отношение? Потому что буквально несколько лет назад рак выявляли на поздних стадиях. И мы видели перед собой примеры уже запущенных раков, когда пациент испытывал и боль, и у него были симптомы, например, кровотечение и другие. И это сформировало определенное общественное мнение. Сейчас у нас в Красноярском крае процент появления раков на ранней стадии уже 56,7%. Это уже больше половины. Это большое достижение. Безусловно, обнаружение онкологии на ранней стадии – это залог скорейшего выздоровления. Врачи напоминают, что даже обычная диспансеризация неплохо диагностирует рак. Сейчас туда входят обследования, которые выявляют самые распространенные виды онкологии – тот же рак груди или рак простаты. А теперь советы-напоминания для пациентов, у которых уже есть онкологический диагноз. Во-первых, регулярно обследуйтесь в сроки, которые указывают врачи. Во-вторых, придерживайтесь скорректированного образа жизни. В-третьих, обязательно держитесь на позитиве и заряжайте этим других. А когда знакомые вас спрашивают о болезни, что вы отвечаете? Я не лечусь, я живу. Самое ценное, что есть у нас – это сама жизнь. Спасибо огромное за такую позицию. Спасибо вам за то, что рассказали свою историю. Конечно же, она ободряет, вселяет уверенность. Спасибо. Всего доброго. Говорят, вместе против рака выстоять легче. Поэтому, если у вас остались вопросы, связанные с онкологическим диагнозом, задавайте их по телефону, который сейчас на экране. Ну и на сегодня у нас все. Программу «Наше здоровье» смотрите через неделю в 7 вечера на Енисеи. Субтитры создавал DimaTorzok